Девочки, а Кирилл сегодня в школу придет? Или он все еще на больничном? Нет, он вроде выздоровел. Я вчера ему звонила. Быстро он пошел на поправку. Всего за пару дней вернулся в стой. А сначала даже с ним по телефону было невозможно поговорить. Так сильно уши у него болели. Вот бедняга. Нечего было без шапки рассекать по улице. Сами давать. Согласна. Будет ему уроком. Ой, ты перестань. Как будто он этот урок усвоит. Небось придет сейчас весь на распашку и будет строить из себя супергероя на задании. Слушайте, а давайте ему этот урок сами устроим. В смысле? Еще чем-нибудь его заразим для закрепления пройденного материала. Да нет же. Просто разыграем его немного. Например, как? Ну не знаю. Можно сказать, что типа Елена Юрьевна запретила ходить без шапки даже в помещении. А в чем прикол? Нам же самим придется в шапках сидеть. А мы только в коридоре в них посидим. А его отправим к анаконду мне, чтобы она его отрагала за неподобающий внешний вид. За что ты его так не любишь? А он недавно меня чаем солью угостил. На будущее, девочки. Никогда не ведитесь на угощение от Кирилла. Ну раз так, то конечно, он заслужил небольшой пранк. Тогда приступим. Елена Юрьевна, ну пожалуйста. Наш клуб никому не помешает. Но если нет свободных кабинетов днем, мы можем приходить ночью. Я понимаю, слово нет. Всего доброго. Что-то случилось, Ирина Анатольевна? Ничего особенного, Маша. Просто рушатся мечты. Все, девочки, приготовились. Кирилл идет. Привет. Привет. Кирилл, наконец-то ты выздоровел. Без тебя, честно признаться, скучно было. Приятно слышать. Во всех смыслах этого слова. А сколько смыслов у этого слова бывает? Эм, только один. Ладно, ты права. Поехали. Лучше расскажите, как вы тут жили без меня. Ну, что уж скрывать. Без тебя тут слишком тихо. И приключений никаких. Печальненько. Ой, я же вам подарки принес. Блин, бабоньки, кажется, его наш внешний вид совсем не впечатляет. Да, как-то странно. Ладно, возьму инициативу в свои руки. Слушай, Кирилл, ты не слышал про новый бзик Елены Юрьевны? Про шапки, что ли? Кстати, девочке с подарками не получилось. Извиняюсь. Да ничего страшного. Да, про шапки. А откуда ты знаешь? Дедукция. Как у настоящего детектива. С чего бы вы еще сидели в шапках в школе? Точно хотите меня разыграть? Ведь я прав. Ну, типа того, как ты догадался. Еще раз. Де-ду-ци-я. Ну, вы на урок идете? Угу. Идем. Сейчас. Как он узнал? Ведь я своими же глазами видела, что он вошел в школу после нашего разговора. Я тоже это видела. Мистика. Он что, здесь какие-то скрытые жучки установил и теперь будет подшучивать над нами? Соня, не выдумывай. Он же болел. Как бы он это провернул? Не знаю, но в силу его ума или дедукции я не верю. Я тоже. Хорошо. Нужно узнать, как он вычислил наш план. Ну, тогда пойдемте в класс. Чего мы тут сидим? Значит, не верьте в мою силу ума. Алло. Привет, бабуль. Да, спасибо. После твоего зелья, Маюшу, не то, что выздоровели. Я теперь слышу на километр. И даже стена мне не помеха. Ну, все, бабуль, пока. Спасибо за мое чудесное целение и приятный бонус. Что там тебе за бонусы? Два були насыпались. Разные кусочки со снежинками? Нет, кое-что поинтереснее, Сонечка. Ну-ка, поделись радостью. Чуть позже все узнаете. Не переживайте. Кирилл, ты сегодня прям король интриг. Кто бы говорил, интриганки в шапках тоже мне. Ну, может, ты тогда обучишь нас в своей дедукции, чтобы мы стали такими же мудрыми, проницательными, умными, а? Хорошая попытка, Маш. Но видишь ли, я не успею. Сейчас придет Елена Юрьевна. С чего ты взял? Зачем ей к нам приходить? Она ключи от школы потеряла. Теперь ищут везде. Что за странные фантазии, Кирилл? Всем оставаться на своих местах! О, было все серьезно. Осталось только добавить. Полиция Нью-Йорка у вас есть право хранить молчание. Я ввожу чрезвычайное положение в школе. Никому не входить и никому не выходить. А что случилось с Еленой Юрьевной? Исчезли мои ключи от школы. И тот, кто их найдет, получит доступ ко всем помещениям в этом здании. А я, соответственно, этого доступа лишусь. Де-ду-к-с-е-я. Так вы видели? Видели что? Да ключи мои от школы, что же еще? А, нет, ключи не видели. Кому я пришла за помощью? Господи! Никто ничего не видел, никто ничего не слышал, никто ничего не знает. Все самой приходится делать. Все самой. Так, Кирилл, а теперь, Клис, как ты узнала о потере ключей? Угу. И про наш розыгрыш тоже. Что ты от нас скрываешь? Тише, тише, девочки, вы же знаете, я самый открытый человек на этой планете. Мне нечего скрывать. Ну уж нет, мы тебе не верим. Маш, Соня, ты должна его обыскать. Поддерживаю. Наверняка у него есть какое-то подслушивающее устройство. И не одно. Эээ, стопэ, что происходит? Не надо меня обыскивать, это совершенно лишнее. А мы обыщем и поймем, лишнее оно или нет. Держите его, девочки. Не надо, я все скажу. Слушаем тебя внимательно, только имей в виду, соврешь, будет хуже. Да, когда я врал вообще? Вы что, я самый честный человек на этой планете. Да, 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 мы эту песню уже слышали. Давай рассказывай про свою дедукцию. Короче, я вам никогда не говорил, но бабуля у меня знатный спец по всяким лечебным травам. Что-то ты сильно издалека зашел. Давай ближе к делу. Это важная инфа, поверьте. Она мне уши какой-то водичкой закапала. Допустим, и они так вылечились, что у меня теперь слух, как у собаки. Кирилл, мы что тебе говорили насчет вранья? Это правда. Хотите, я докажу? Знаете, где ключи, Елена Юрьевна? Конечно, нет. Вот, а я в курсе. Их Анна Кондовна взяла. Угу. Как же, ври дальше, и у тебя появится интересная история о том, как девчонки тебя скрутили в бараний рог. Не надо мне такую историю, я серьезно. Анна Кондовна хочет организовать клуб ночных чтений Лермонтова в школе, а Елена Юрьевна против. И что, ты хочешь сказать, что Елена Анатольевна украла ключи от школы? Ну, как украла? Скорее одолжила. По крайней мере, она сама так сказала. А ты это подслушал? Да что там слушать? Мне это само в уши лезет. Вот в эту минуту она обзванивает в учительской участников ночных чтений. Это всего лишь слова. Нам нужны доказательства. Доказательства? Ну, окей. Маша, ты собралась на свидание с какими-то Виталиком, Соня отругала мама за то, что она не вымыла посуду, а Ксюша съела все сладости и не поделилась с братом. Девочки, мне эта его способность совсем не нравится. Блин, сейчас. О, Анна Кондовна сюда идет. Что это вы так на меня пристально смотрите? Да так, просто. А что вы там за спиной прячете? Я ничего не прячу. У меня ничего нет. Я ничего не брала. Правда? Как интересно. А тут Яна Юрьевна заходила. Ключик какой-то искала. Вы не в курсе? А почему я должна быть в курсе? Я в учительской все время сидела. Тетрадки проверяла. А кто тогда в курсе? Может, Лермонтов? Не понимаю твоих намеков, Кирилл. Причем здесь Михаил Юрьевич? А мне кажется, все вы прекрасно понимаете. Господи, вы что, с ума сошли? Теперь ты не будешь подслушивать личные разговоры. Не пойму, кому от этого было плохо? Ирина Анатольевна, вот вы где. У нас беда. Я не могу найти... Ключи. Елена Юрьевна, спокойно. Это не то, что вы подумали. А ну быстро. Ко мне в кабинет. Вас спасет только чудо, Ирина Анатольевна. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»